Привет всем, кто смотрит Метрополис. Я Александра, а значит вы в Киеве. Сегодня я вас познакомлю с Евгением. Он кузнец, его доспехи носят практически все толкиянисты Украины. Мне очень нравились сказки моей прабабушки. Про рыцарей, богатырей. Там же фигурировали и кузницы, которым это все делали. Когда я это начинал осваивать, это пока была как небольшая подработка, как хобби. Ну просто вот с ростом мастерства это уже начало переходить в сторону уже основного заработка. Собралась команда однодумцев и мы организовались в мастерской и начали делать доспехи. И буквально по фотографиям пытались что-то изобразить. Что-то получалось, что-то не получалось. Но накопление опыта у нас шло постепенно и из своего опыта. Не было такого, чтобы кто-то чего-то другому большой багаж знаний передал. Мы и сами в общем-то достигали. То есть секретов каких-то нам пока никто еще не открывал. С ростом мастерства в общем-то выхожу на все более высокий уровень. И заказчики у меня уже от простых рядовых толкинистов, которые нужны были шлемы для того, чтобы в них тренироваться. Которые не жалко, когда получишь мечом или топором по голове. Что вот вмятина есть, не жалко его там выкинуть и купить новый. А сейчас уже доходит до коллекционных вещей. В городе ритм жизни другой. И очень трудно, скажем, дружить с собой, когда ты живешь в городе. А здесь я сам себе предоставлен. И сколько мне надо, столько работаю. И я работаю по вдохновению. Так вещи выходят гораздо лучше. Соседи в общем-то не ругаются. Они первое время, во-первых, прониклись ко мне уважением. Они были удивлены, что вот я приехал и уже два года в селе. И не пью. В общем-то не хожу ни на какие сборища. А вот занят, толковый. Если надо, им помогаю. Но они мне тоже помогали. Сейчас-то сам уже по чуть-чуть тут обжился. Ну а так, кто картошки, кто капусты принесет. Так и жили. Ну и я им тоже взамен что-нибудь там отковать. Отковать что-нибудь там, тисачок, топор подправить. Был период в истории нашего толкунизма. Когда все только начиналось, были только жалкие фотографии и зарисовки с фильмов. И люди делали доспехи из чего только могли. И как только могли придумать. То есть из холодильников вырезанный доспех считался, в общем-то, и неплохим. А типа кожаная броня, сделанная из линолеума, тоже считалась хорошей. То есть народ как мог, так и выживал. Ну и в такие периоды случались разные казусы. Когда толкиниста отличить от туриста, забредшего в лес, было довольно-таки сложно. Вот это я сейчас делаю европейский шлем. Ребята попросили сделать. Он просто дает хорошую защиту. И лицу, и всей голове. Причем у него преимущество, у него забрала откидывается. Вот есть шлемы глухие. Ролевики заказывают немного другие шлемы. Эльфы вычурные, с накладками, с чеканкой могут заказать. Так как это им больше идет не для драки, а для отыгрыша персонажа, то эти шлемы у них живут долго. Гномы заказывают шлемы, которые больше похожи на шлемы викингов. Вот. Некоторые хотят, чтобы шлем был рогатый. С некоторых я прикалываюсь и предлагаю шлем не рогатый, а с отверстиями для рогов. Я, в общем-то, людей отговаривал, потому как рога, они очень мешают в драке. Бодать никто никого не будет. А вот когда по рогу засветят мечом, это уже совсем другие ощущения, нежели тем же мечом, да по гладкому шлему. Поэтому я ребятам просто советую гладкие шлемы. Не так голову в сторону уносит при ударе. По игровой статистике, заказывают чаще всего защиту головы. Именно шлемы. Потому как голова, она в организме очень важный элемент. Вот. И еще часто заказывают руки. Остальное можно закрыть куртками, стеганками, кожей. Те, которые идут из Европы и из Запада, у них, в общем-то, они более платежеспособные люди. И вычурности просят больше. Хотя есть и на Украине такие люди. Ну, вот просто вот по тем заказам, которые ко мне приходили. На Украине люди, которые из движения, пока чаще заказывали именно боевые вещи, функциональные. То есть на убой, чтобы их не жалко было и скромсать, выбросить и заказать новый. Вот. Были люди, которые заказывали очень красивые вещи. Вот. Но, как правило, они в них не дрались, а вешали на стенку. Вот. Вот эти вот вещи давно сделал уже человеку под заказ. Вот. Уже поржавели, он попросил почистить. Латные ноги. Хорошая защита. Эти ноги могут стоить порядка 200 долларов. Вот здесь у меня вот заготовка на арбалет. Будет хороший. Прицельная дальность будет хорошая у него. Будет достаточно мощный. На 100-150 метров арбалет будет бить вполне хорошо. Первые арбалеты я, как пробные, отдавал где-то за 300 долларов в среднем. Этот будет стоить уже больше 400. Я очень бы хотел собрать тоже команду однодумцев и организовать свой поселок. Так будет гораздо интересней, в общем-то, и вещи изготавливать, кооперироваться, и здоровая конкуренция. В общем, друг друга подстегивать, чтобы делать вещи все лучше и лучше. Похоже, Мишка уже работает. Ага. Вот, это я сниму. Сейчас все вообще начинали. Он меня, собственно, учил. Я его чему-то учил как бы. Привет. Здорово. Миха, тут пришли поинтересоваться, в общем-то, что мы делали, что мы делаем, и с чего все начиналось. Начиналось все с деревянных мечей. Ага. Где-то валяется, делали. Вот это вот у нас торжественный склад всего, с чего начиналось, и чем мы, собственно, и сейчас делаем. Это, по-моему, рука и... Да, правая. Вот, а этой варежке уже, по-моему, года три. Ну, выкройки не сильно изменились. Ну, эти варежки были популярны еще и при деревянном оружии. Добрый ты. Я очень добрый. В кладах труда своего, а готов к бою. Это был сюжет из Украины. Надеюсь, у вас тоже есть гениальный бизнес-план. Увидимся.